Всем привет! Пришло время готовить вкусные салатики. Уже на улице немного похолодало. Итак, сегодня у нас очень вкусный, разнообразный салат. Я расскажу сегодня, как взять вкусную заправку к такому салату, чем можно разнообразить и быстро-быстро дома собрать салаты из того, что есть. Расскажу несколько своих секретов. Итак, 2 небольшие сырые моркови, 1 луковица, консервированная фасоль любого цвета и огурцы. Вместо огурцов маринованных можно взять просто оливки. Кто-то захочет добавить, например, вместо огурцов свежий огурец. Еще можно добавить, как вариант, капусточку вместо огурчиков. Но с огурцом очень вкусно. Начнем мы с моркови. Так как морковь сырая, ее нужно потереть. Я беру вот такую крупную терочку и натирать буду на крупной терке. Вот так. Можно взять одну большую морковь или две вот такие небольшие. И нужно нарезать одну луковицу. Прямо сюда к морковочке. Значит, смотрите, я все сильно не мельчу, как я делаю. Луковицу пополам нарезаю. Теперь еще раз пополам. И теперь тоненько, насколько я могу, я нарезаю. Получается, такими четверть кольцами я нарезаю лук. Потому что, если резать квадратиками, он будет крупноватый. Как бы вы ни делали, ну, мне больше нравится морковка такая слайсиками сделанная, знаете, такая кусочками. И потом лучок будет тоже вот такими вот полосочками. Очень хорошо. В сковородку наливаем масло так, чтобы покрыло все дно, потому что морковка хорошо впитывает масло. Отправляем сюда лучок и морковку. И нужно это все пассеровать. Зажаривать это все не нужно. Это все должно приготовиться и стать таким прозрачным и мягким. Значит, единственное, что я делаю, это уменьшаю огонь где-то до среднего. И все овощи нужно присолить. Вот так. Пока никаких специй я не добавляю. Но немного вот так вот посолим. Значит, следите, чтобы оно не горело, просто пассеровалось. Морковка хорошо впитывает масло. И дабы она вот так вот просто томилась, я наливаю так, чтобы масло покрыло дно сковородки. Все. Ждем, чтобы овощи приготовились. Итак, когда зажарка у нас приготовилась, значит, посмотрите. Я ее переложила в емкость и здесь достаточно много еще маслечка осталось. Так вот, это масло нам очень необходимо для заправки. Пока мы будем нарезать огурчики. На сито вот так переложите лук с морковкой, чтобы масло сбежало вниз. Оно нам понадобится. А мы в это время нарежем огурцы. Я это отставляю, а беру огурчики. Значит, огурцы у меня были уже вот такие вот нарезанные, поэтому я их просто подроблю. Можно квадратиками, можно полосочками, как захотите. Тоненько. Если будете брать оливки, лучше брать зеленые. Мне больше нравятся сюда зеленые, а не черные. Так, можно еще, кстати, каперсы. Их тогда вообще резать не надо. Просто выложил и все. Каперсы можно взять с лимончиком внутри. Будет очень и очень пикантно. Так, хорошо. Нарезаем. Еще количество огурцов можно регулировать по своему вкусу. Здесь у меня порезанных два огурца больших. Можно взять один. Может быть, кому-то скажет, мне много огурцов. Итак, заправка. Как будем заправлять? Вот это масло, которое у нас сбежало. Оно вкусненькое. Сюда я добавляю молотый перчик. По вкусу любой. У меня просто вот такой. Где-то четверть чайной ложечки я добавляю. Можно чуть-чуть меньше. Чайную ложку паприки. Я паприку люблю. Теперь чайную ложку любой горчицы. Любой, совершенно любой, какая дома была. Неважно, какая. Сюда же добавляю чайную ложку меда. Вот такого меда, знаете, не застывшего, а вот такого жидкого меда. Или разогрейте его. Значит, так как у меня огурцы, уксус я добавлять не буду. Но кто добавлял, например, оливки, или, может быть, вы свежий огурец добавляли, тогда добавьте пол чайной ложки яблочного или винного уксуса. Но не 9% не надо. Так, ну так как у меня огурцы маринованные, этого будет достаточно. Так, всю заправочку попробуйте на вкус. Она должна быть вкусная. Может быть, вы захотите добавить больше меда, например, или больше горчицы. Но обычно вот так вот по чайной ложке всего достаточно. Все, теперь соединяем весь салат. Добавляем сюда, к зажарке, порезанные огурцы. Сюда же высыпаем фасоль. И сюда добавляем заправку. Так, еще, когда сейчас буду пробовать салат, расскажу, что еще сюда добавляют. Что можно добавить и что тоже будет вкусно и увеличит количество салата. Так, перемешиваем. Значит, смотрите, если вам не понравится такая заправка, вместо масла вы эти все специи можете добавить в майонез. И будет такой майонезный салатик. Но это будет по вкусу два разных салата. Но так как я здесь жарила, тушила овощи, я делаю именно вот так. Так, ну что, подаем и пробуем. Итак, пробуем, что же у нас получилось. Так, выглядит салат очень ярко, очень красиво. Слушайте, заправка бомбезная. Горчица с медом. Это очень вкусно. Такого можно съесть много, гору. Сейчас дожью. Чем можно разнообразить. Вместо фасоли можно положить любые бобовые. Любые. Потом, если нет бобовых, можно добавить картофель. Просто тогда делать с картошкой. Почему нет, тоже хорошо. Попробуйте, ну это вкусно. И еще сюда добавляют капусту. Ну, капусту тогда ее тушат. Например, можно как вариант, кто не хочет добавлять картошку, можно сварить морковь, ее не жарить вместе с луком, а отварить и порезать небольшими кусочками. Но тогда к луку нужно добавить тушеную капусту. Капусту нужно стушить, тоже приправить перчиком и солью и тоже добавить. Вот такими нехитрыми способами салат готовится из того, что есть. И это вроде и второе, и вроде и салат, и сытно, и без майонеза, а вот именно с такой заправкой. Кто хочет делать майонезное, тогда просто добавляйте в тушеные овощи меньше растительного масла. Все специи, которые я дала, добавляйте в майонез и заправляйте, будет вам счастье. В общем, получился такой очень вкусный салат. У меня сегодня на обед и на ужин вот такой салатик. Это очень вкусно. Мне очень нравится. Маринованные огурцы не берите кислющие, берите нормального вкуса, чтобы не один уксус был. Так, все. Вот такое сегодня было видео. Очень вкусное. У меня вкусный обед. Так что вот так. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно приготовьте, напишите коммент, поставьте лайки. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Я вас всех люблю. До новых встреч. Вкусного вам салатика. Всего я люблю. Бувайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»